Я влюбляюсь в Спасителя, в какое признание, Господи, готовый петь от Тебе эту песню всегда, потому что Твое действие, которое, как написано, замечательно, послание к филиппийцам, первое, шестой, Он начал доброе дело в нас, Он его делает, продолжает и совершит. Замечательно. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это чудное утро. Опять. Но не было такого утра, как сегодняшнее. А, Ты, Господь, Яхва, спасающий. Надо же, как здорово! Мы, чада, Твои, Отец. И Ты, Яхва, спасающий. И это и Твое имя, Отец. Ты задумал, Сын осуществил, а Дух Святой в нас это все укрепляет. Какая красота! Благослови, Господи, наше размышление над Псалмом 35. Это чудо Твоей победы. В умах, рожденных свыше, в умах тех, кто верил в Твой приход, в умах тех, кто поверит. Благословим. Во имя Твою Иисус, мы и молимся, и просим. Аминь. Псалом 35. Я его назвал для моего размышления три откровения. Первый стих – начальнику хора. Псалом раба Господа или Господня Давида. Восемнадцатый псалом тоже. Он говорит о себе как о рабе. Девятнадцатый, наверное, на английском языке. Девятнадцатый – раб Господень. Причем считается, что тот псалом, восемнадцатый, был написан в зрелые годы. А вот в тридцать пятый – это в более молодые годы. Давайте-ка посмотрим на молодого Давида и что там происходит. Второй стих. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Как бы уразуметь эту истину? И далее идут семь пунктов. Нет страха Божия перед глазами нечестивого. Он льстит себе в глазах своих. Лицемер. Будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Ну, какой правдолюб. Четвертый стих. Слова уст его неправда и лукавства обманы. Четвертая – это была третья характеристика. Четвертая характеристика – он не хочет вразумиться. Это говорит о том, что желание другие совершенно. Он не хочет вразумиться, чтобы делать добро. Всякое даяние доброе – это Якова первая глава шестнадцатый стих – подарок с небес. Конечно. Нечестивый может делать добро другого характера, запретного, от дерева познания добра и зла, которое все равно выразится в эгоизме, в предательстве, в подозрениях, в построении будущего своего, не по Богу. Пятый стих и пятый пункт того, что происходит в сердце у человека. На ложе своем замышляет беззаконие. Вот где, даже когда представляете, какой хороший отдых, да? Ложится спать, анализирует прошедший день. от этого дня выстраивает будущее свое, планирует беззаконие. А посмотрите, начало, какое было в третьем стихе, второй пункт наш. Льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое. чего его искать, все время беззаконие. Сначала размышляет, это пятый стих, на ложе своем замышляет. Шестое пункт становится на путь недобрый. это принято решение. Там замыслы были. А теперь он встал на путь беззакония, недобрый, седьмое. Вот помощники его не гнушаются злом. Какая разница? человек, который без Бога, это его судьба, она прописана в книге Исаии в 14 главе предводителя беззакония, нечестия, гордыни сатаны, который, когда был сотворен Богом, то он был Люцифером, несущим Божий свет, даже утренней звездой. Но когда Бог сообщил ему о том, что он сотворит человека вот такого, такого, и с ним будут происходить сложности, и предназначение ангелов служить этому человеку, интересно как, для человека Бог поставил как применение свободной воли два дерева. дерево жизни в центре рая, о котором он пишет в начале, в бытие во второй главе, сначала упоминается дерево жизни, то есть он предлагает человечеству, человеку, каждому отдельному выбери жизнь, выбери жизнь. дерево жизни, о другом дереве говорит, о дереве познания добра и зла, съешь плод, умрешь. А для ангелов служите человеку, и тогда вы познаете, что такое благодать, что такое милость Божья. Ведь без человека, который, как известно было Богу, падет, невозможно узнать эти качества Бога. Ангелы через служение человеку, 1 Петра, 1 глава, 12 стих, ангелы буквально вытягивают шеи с небес, чтобы посмотреть на то, что происходит в жизнях людей, и поворачиваются к Господу святые ангелы и говорят свят, свят, свят. Сегодняшний день ангелы святые служат людям, наблюдают за нами, и они незаметны. А сатане хочется, чтобы его беззаконие увидели. среди чудесно спроектированной, созданной, развивающейся природы и этой бесконечной галактики, где люди, рассматривая ее, изумляются, послушайте, чему изумляется человек, всякий ученый, проникая в галактические и вселенские реалии. Первое, что обнаруживает, хаоса нет. Если бы был хаос, нельзя было бы вывести законы. Но человек из-за того, что можно проследить некоторую упорядоченность, он выводит законы, которые человеком не были написаны. Но в своем атеистическом и безбожном хождении, выведя закон, что он делает? Допустим, закон и ставится дальше имя того, кто его вывел. А на самом деле это не так. Тот, кто открыл существующий закон, не является сущим, создавшим этот закон. И именно вот эта фраза, которая написана во втором стихе, она практически открывает смысл всего перечисления со второго по пятой стихе. Это откровение Бога, данное Давиду в его сердце о том, кто такой беззакон, нечестивый человек. человек. Мы сами были и нечестивыми, в некоторых случаях продолжаем оставаться такими, хотя мы новые и живем по-новому, в новом человеке. И Бог открывает для Давида, а Давид для нас, и к этому возвращается Павел и в послании к Колоссянам, и в послании к Галатам, и в первом послании к Коринфянам, во втором к Коринфянам, послании к Кримлянам. Как нечестивые себя ведут. Мы знаем, конечно, что наши действия, которые были когда-то и, может быть, сейчас происходят. Но интересно, вот эта концентрация в одном месте нечестия беззаконного Бог открывает в сердце Давида. Не то, что Давид такой. Он открывает со второго стиха по пятой стихе это кто есть нечестивый человек. А вот с шестого по десятой стихи он открывает откровение о том, кто Господь для тебя человек. Кто для тебя Господь? Не надо быть в первом, в нечестивом, потому что у Господа есть предложение, и это предложение, как тебя избавить из того состояния тьмы, что даже когда ты ложишься отдыхать, то ум твой гуляет по полям зла, пажите зла, пажите нечестивца сатаны, который восстал против предложения Бога, а восстав он уже не имеет возможности поменять себя. Он может рядиться в одежды доброделла. Кстати, практически все религии добродельные. Интересно. Почему? Потому что у человека он ловит себя, хочет сделать для Бога что-то и потом делает неправильное. В иудаизме закон сразу говорит, ты достоин только смерти. но закон также указывает где спасение. Вот спасение в жертве, которую ты должен за грех принести. Но жертва это не спасает, она только указывает на главную жертву, которая будет принесена самим Богом себе. за грешников собою. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Иисус стал на кресте грехом. «Вот он, тот, который говорил, что разрушит этот храм и в три дня его создаст». И в этой ярости всеобщей появляется одна личность известная и незаметная, с одной стороны незаметная Понтий Пилат. И он прибывает над головой Иисуса сообщение «Сей есть Иисус Назарей, царь иудейский». К нему подошли и говорят «Слушай, Понтий, ты не пиши так, ты напиши, что он говорил о себе, он грешник». А Понтий написал «На все тысячелетия вперед». Это Иисус Назарей, царь иудейский, которого отвергли обезумевшие, обезумевшие в своем неприятии этой личности, они ждали совершенно другого, сияющего царя, который победит Римскую империю и до нее еще придет время. Это второе пришествие Христа, а первое для всех. у евреев была особенность восприятия мира. Эта особенность была «Да с грехом-то у нас все в порядке, он покрыт жертвами». Посмотрите, сколько мы жертв приносим каждый день, слушайте, каждый день. то есть с грехом нам и не нужен тот, который должен прийти. Мы уже все, Господь сказал жертвы, жертвы приносим и все. Господь, ты доволен? И фарисей говорит какой-то, да он доволен, конечно. А самое главное, смысл жертвы потеряли в фамильярности и до сих пор не признают. Остаток признает Откровение о том, кто же есть такой человек, которому Бог приходит и приходит и служит и служит и тормошит Духом Святым. Нет страха Божьего перед глазами его не видит Бога. Римлянам 1 глава с 18 стиха и далее. Господь поставил перед каждым человеком. Он поставил свидетельство свои. Поэтому, имея такой в остаточном характере ум даже падшего человека, человек может различить, внимательно смотреть. и, кстати, я уверен, что в своей жизни каждый человек, воспринимая вот эту картину природы, которую имеет Творца, приходил к робкому выводу, сама природа себя не создала, у нее есть Творец. Кто-то говорит, высший разум, где-то далеко и так далее. И Бог в это время открывается человеку и говорит, да, иди вперед, иди вперед, у меня приготовлено нечто удивительное. Нет. Смотрит на другое и скачет галопом по общим откровениям Бога. и потом говорит о самом себе, льстит в себе глаза своих, видит себя и кажется, вот, я понимаю, что я грешный, будто отыскивает беззаконие свое. Это ужасно, что я сделал. Не, ну как, если бы был Бог, то я бы, наверное, раскаялся перед Ним, чтобы возненавидеть эти дела. Какая хорошая попытка. Ой, можно кофе попить, чайку, полюбоваться собой. Помните 18 глава Евангелия от Луки? Притча о двух людях, находящихся в храме. Всего два человека в притче. Фарисеи, которые любуются и говорят, Господь, посмотри вот на это, на это, на это. Посмотри, какой список у меня послужной замечательный. А там вдали стоит тот, о котором фарисей говорит, я благодарю тебя, что я не такой, как вот этот вот. А тот вот этот вот грешник кается и говорит, Господи, на основании жертвы, которую я принес, помилуй меня. и суждение Бога какое. Тот пошел более оправданный, чем фарисей. А если мы берем реальную жизнь, седьмая глава Евангелия от Луки, фарисей приглашает даже Иисуса к себе домой. даже ну, конечно, он фарисей, Иисус-то простолюбил, какой-то странный, правда, что-то такое, как бы из атмосферы идет, что ты смотри. И он смотрит на него, и тут приходит грешница и мывает слезами ноги его, наполняет всю комнату дома благовонием из сломанного алавастрового сосуда и окропляет голову Иисуса этим благовонным миром. Фарисей не смотрит на то, что она делает. Он смотрит на знания о ней. И она грешница. И смотрит на Иисуса. Я думал, что он пророк. Если бы он был пророк, он ни в коем случае не позволил бы это делать. И тут Иисус говорит ему «Хочу сказать тебе несколько слов». Да, говори, учитель, лицемер. И когда он говорит, какая разница между ним, приносящим жертва, дающим десятину, изучающим слово Божье, любующийся собою в незавершенной работе, которую завершить-то должен как раз сидящий перед ним. Бог воплоти. Вот если бы он сидел в сияющих одеждах, там да умер от ужаса, что почти произошло с Авлом в девятой главе книги Деяний. Видит только себя. Слова-то у него были. Ха! Я даже вижу свое беззаконие. Нет, это нехорошо, нехорошо, нехорошо. А в общем-то слова уст его неправда, обманы. Он не хочет вразумиться, не хочет принять истину, которая рядом с ним, чтобы делать доброе. Какое доброе? Верить. Какое доброе дело? Спросили Иисуса те люди, которые побежали догонять его и разыскивать хлебопюка, хлебодара, завсклады хлебного, завмага продовольствия, покупайте хлеб у нас без денег. А какое нам нужно доброе дело? Вот оно доброе дело. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 27 стих. Веруйте все время одно, одно. Только веруя, вы получите возможность слышать призывы от Бога, принимать его действия и его дух, чтобы выполнить это. А так все будет. Не хочу вразумляться. А когда спать ложусь тоже, я уже планирую, на завтрашний день или на все время. У меня есть свой путь. Да, нормальный путь, правда, недобрый. Но, конечно, на этом пути время от времени к злу прибегаю. Давайте теперь во втором параграфе. Итак, первый параграф был это откровение, данное Давиду о нечестивом уме, нечестивом человеке. Второй параграф откровение, данное Давиду о Господе и как Господь изменяет человека. И вот оно откровение. Господи! Какая разница, правда? Нечестивый сам здесь. Милость твоя до небес. ты так желаешь, чтобы я был рядом с тобою, и ты не даешь мне мною заслуженного. Какая милость! Какой ты чудный! Истина твоя до облаков! очень хорошо! Смотрю на облака и вижу по современным меркам того, что происходит в атмосфере, тысячи и тысячи тонн воды, пресной воды, переносится от зеркала океанов и морей на сушь, чтобы напоить поля и тех, кто добр, и тех, кто нечестив. Милость твоя, Господь! Так же в некоторых случаях совершите суд. Истина твоя до облаков! Вот уже сколько она в действии тысячи лет! Правда твоя как гуры Божьи! Это вообще чудесная фраза! категориальные доктрины! Слушайте! Категориальные доктрины! Есть кардинальные 12! Кто такой Бог? Кто такой Господь Сын? Кто такой Господь Дух? Кто такой человек? Что такое грех? Как спасается человек? Кто такие ангелы? Какие подразделения ангелов? Что такое церковь? И какие последние времена? Это всё кардинальным доктринам! А вот правда твоя категориальные доктрины! Что такое брак? Что такое брачная ложа? семья? Слушайте, мы в своей жизни так накуролесили? Не обязательно все. А он потом выправил и сделал всё чудесным. Дет детишки кто такие? Наш разговор дома. Дома это не только муж с женой, но это вот эти маленькие люди, которые бегают и смотрят на своих родителей. Чем родители кормят? Только лишь хлебушком или же Богом? Это всё твоя правда. И она становится твоей горой в жизни человека. она становится опорой. Она становится тем убеждением, которое у нас появляется, и мы не можем его нарушить, потому что мы уже спим на другом ложе. Не на том, как день нечестивый ложился, чтобы замышлять неправду и ещё пользоваться злом, как поддержкой. Нет. Мы на горе Божьей. об истине. Говори правду. А белая ложь? Читай по губам. Говори правду. Правда назидает. Правда хранит человека. Вечная жизнь. Какая хорошая. Ой, какая хорошая. Ни одна религия не может человеку подарить вечную жизнь. Иисус сказал «Он вечная жизнь». Я даю верующему в Меня жизнь вечную. И на суд уже не приходит. Сколько людей мучаются тем, что они не могут как бы оставить свою религию? Да и не надо ее оставлять. Ее оставлять не надо. Вам нужно родиться свыше и Господь просто все заберет. Все внимание будет, смотрите, покорено вот этим откровением кто такой Господь. Милость твоя до небес, истина твоя о том, кто ты, что будет вообще до облаков, до небес. Правда твоя как горы убеждения и судьбы твои бездна великая. Твои судьбы вечная жизнь. Я еще не понимаю, что такое вечная жизнь. Я еще там не был, хотя уже живу. И когда думаю о твоей вечной жизни и тому, что говорит откровение 21-22 глава, я радуюсь этому. Бездна великая. Есть другая бездна тьмы. Бездна ада, бездна нечестия. А вот у Бога есть для человека откровение, о его бездне любви, благодать, прощения. Человеков и скотов хранишь ты, Господи. Восьмой стих. Как драгоценно милость твоя. Вы можете представить, что лежит нечестивый на ложе своем и замышляет всякие гадости и говорит, как драгоценно милость твоя, меня, грешника, ты приводишь в семью Божью. Сыны человеческие находятся под покровом, в тени крыл твоих спокойны. Ну, конечно, Бог же, Бог всемогущий, Господь Иисус, раскрыл эти крылья голгофы для нас. Крылья креста и воскресения. Колоссянам 3 глава 1 стих. Вы же воскресли, так теперь ищите, ищите престола Господа небесного, где Он сидит на престоле. Слушайте, ваша жизнь находится там. Не пытайтесь ее каким-то образом позиционировать здесь. Нет, нет, нет. Это тайна, мир вас не поймет. Но для этого мира у вас есть это и откровение. Говорите, и говорите, сегодня отвергнут, завтра отвергнут, на четверг через пять лет отвергнут. Какая разница? Слушайте, вы живете, у вас вечная жизнь. Говорите о Господе, и человек начинает слушать, глаза его становятся больше, прозревает и обнаруживает Господа. «Сыны человеческие в тени крыл твоих спокойные насвящаются от изобилия твоего, оттука дома твоего». Ой, какой дом хороший! Иисус открывает Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. «В доме отца моего Места для жизни много! И я иду приготовить для вас путь через крест Голгофы. Оставьте все свое там на кресте и возьмите все его в вечную жизнь и возрастайте и развивайтесь, и из потока сладостей твоих ты напаяешь их». Вот откуда мы с вами берем и силу, и разумение, и радость, и это удовольствие в его покое. Вокруг мир полный беспокойства. Что ни день, то новые печали, хаотические движения только у людей без Бога. Все творение стонет, стонет от того, что чадо Божьи люди никак не могут найти откровения Божьи. Это восьмая глава послания к римлянам, по-моему, двадцатый стих. Из потока сладостей твоих. О, я даю вам вечную жизнь, я воскресенье и жизнь. А чего мне еще надо? Воскресенье и жизнь. А сегодня что? Воскресенье. Нет, сегодня вторник. Да я тебе не про это говорю. Я тебе говорю про воскрешенную жизнь. у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Такая замечательная фраза, потому что есть другой ложный свет, свет сатаны, который показывает свои Иисусу, когда произошло откровение, вот он, сын мой, говорит Отец. Дух Святой указывает на него. Иоанн Креститель объявляет, вот Мессия пришел. А фарисеев во свете своем, религиозном и свете врага. И они не могут увидеть свет, им необходим Иисус. Они думают о том, что ух ты, грешники и мытари приходят к Нему. А зачем они приходят к Нему? Почему это грешники и мытари не могли слышать фарисеев? Потому что там было только осуждение. А у Мессии, который придет, будет спасение и прощение. Правда? Правда. Только в твоем свете мы видим, что такое свет жизни. третий параграф. Это уже я назвал его «Мой выбор». Итак, первое откровение о нечестивом человеке. Второе откровение о Господе и что происходит с верующим. А третье «Вот он, мой выбор навсегда и на каждый день». Одиннадцатый стих «Продли милость твою». «Конечно, я верю, мы верим с вами, но мы хотим поговорить с Господом. Я хочу еще, я хочу еще больше. «Продли милость твою к знающим тебя и правду твою, к имеющим праведное сердце твое». Двенадцатый стих. «Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника да не изгонит меня». А давайте по-другому теперь прочитаем. «Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к тем, у кого праведное сердце. и нога гордыни ни моей, ни другого человека не наступит на меня. И рука грешника не моя, потому что я спасенный, ни другого человека не изгонит меня из твоего царства». Тринадцатый стих. «Беззаконники не принявшие Христа падут и падают, незринутые и не могут стать». первое, нечестивый человек. Второе, Господь и его праведный. Третье, мы несем этим людям свет Господа и обращаемся «Уйди из нечестивости» и говорим путь каким образом. Прими Иисуса. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за Твою любовь, милость, благость Твою. Мы благодарим Тебя за Твои откровения. Мы благодарим Тебя за призывы жить в Тебе, радоваться Тобою, сиять славой Твоей и освещать этой славой любви и прощения окружающих людей. Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его, не откладывайте, порадуйтесь, сделайте, если принимаете сегодня, пускай у вас с сегодняшнего дня новая жизнь идет. Принимая Иисуса Христа в свое сердце, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь.